Здравствуйте, дорогие зрители! Очень хорошие вы оставляете комментарии и задаете вопросы. Плохие комментарии, оскорбительные, я удаляю. Поэтому я имею дело только с хорошими. И вот Ирина пишет. А мне всё время кажется, что с мужчинами что-то не то, вроде изъяна. Не могут они быть людьми? Если присмотреться, как они друг друга ненавидят и топчат, мы ждём какого-то хорошего отношения к женщинам в природе и ко всему прочему. Вот вчера на одной из консультаций, вчера у меня был марафон. Иногда бывают такие дни, марафоны я это называю, когда с утра до вечера консультация. И мы обсуждали как раз мужское и женское поведение. И давайте и сегодня поговорим об этом в ролике. Я согласен. Я согласен с автором, с Ириной. Почему? Мы живём в искажённой реальности. И что понимается под мужским поведением и в искажённой реальности? Это поведение психопатов. Ну, например, простой пример. Служба в армии сделает из тебя мужчину. Это типичная психопатическая мысль. Армия – это школа убийц. Там учат убивать. Всё. Там не делают мужчины. Тем более, что в армии женщины служат тоже. Из них тоже мужчин делают. Из них делают убийц. Не более того. Или, допустим... Ну, хорошо. Дальше. Что же такое мужское поведение? Или, допустим, вот... Курит мужчина. Курит. Замкнутое пространство. Во-первых, да. Он один курит, остальные – не курящие. Дети... Мужчины, женщины. Иногда дети присутствуют. И он курит при всех один. Что это? Мужское поведение? Нет. Это поведение психопата. Во-первых, он вред здоровью других людей причиняет. Во-вторых, закон нарушает. И... Но почему-то все это игнорируют. Почему? Потому что зависят от него. Вот это, может быть, там, директор фирмы, да, допустим. И все от него зависят. И вот он самодур такой. Делает, что хочет. От игнорирования и интересов других людей. То есть, он себя ведет, как обезьяна. И он утверждает, что никакого вреда нет, потому что это электронная сигарета. Дыма нет даже, утверждает он. Лжет. Обманывает себя и других. И вот психопаты этим занимаются. Поведение психопатом ближе всего к поведению обезьян. И, конечно, они себя ведут странно. Они нарушают нормы и правила приличий, да, поведения. Поэтому... Ну что, люди смеются над этим. Взрослые, зрелые личности, они просто посмеются. Ну вот, мужик обезьяна, себя вести не умеет. Игнорирует всех присутствующих. А он психопат. У него нарциссическое расстройство, садистическое, антисоциальное, шизотипическое расстройство. Вот он себя ведет, как обезьяна. Разве это мужское поведение? Нет. Это не мужское поведение. Это поведение психопата. Что такое мужское поведение? Первое. Что отличает мужчину? Мужчина... Мужское поведение – это забота и великодушие. Что такое великодушие? Великодушие. Отсутствие злопамятства. То есть, человек не живет в прошлом. Прошлое должно остаться в прошлом. Все. И он не помнит плохого. То есть, что такое вот это злопамятство? Он постоянно будет говорить об одном и том же, как... что было в прошлом, что кто-то как-то себя повел. Он не может быть снисходительным. Он не может быть великодушным. Он постоянно будет людям напоминать об ошибках их, об их прошлом поведении. И, кстати говоря, вот это иногда выглядит очень некрасиво. Всегда некрасиво выглядит. Но когда человек изменился, допустим, уже совсем другой, прошел в психотерапию, стал в трансформацию. А вот такой человек, да, невеликодушный, напомнит ему о том, что в прошлом он что-то совершил такое. Ну, это просто неуместно, некрасиво. Вот кто старое помянет, тому глаз вон, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти люди невеликодушные, психопаты, не отличающиеся мужским поведением, у которых нет этой добродетели. Это добродетель великодушия. У них, во-первых, нет представлений о добре и зле. Очень своеобразные. Обезьяне. А во-вторых, часто они перекладывают ответственность свою на других людей и виноват от других. Пытаются переложить ответственность, да, обвинить другого человека и манипулировать этим чувством вины. Это не мужское поведение. Это поведение манипулятора и психопата. Ну, пора начать разбираться уже. Пора нам с вами расчистить эти авгиевые конюшни и начать распознавать эту неправду. И размышлять, критически мыслить, да. Расставлять все по своим местам, по полочкам. Дальше. Значит, злопамятство. Отсутствие великодушия – это злопамятство. Человек живет в прошлом. Вот запомните. Мужчина, мужское поведение – не жить в прошлом. Он не живет в прошлом. Он живет в настоящем. Мужчина – настоящий. Я имею в виду мужское поведение, да. Снисходительность. То есть, человек не судит никого. Правило такое, принцип такой. Не осуждать и не оправдывать. Вот быть снисходительным. Ну, все делают ошибки, да. С точки зрения негативного мышления – это ошибка. С точки зрения позитивного – уроки извлекают. Просто люди не учатся на своих ошибках. Но для этого есть психологи. Мы разбираем на консультациях очень тяжелые случаи, тяжелые ситуации. Огромная боль душевная у человека. Человек занимается саморазрушением. Моя задача – показать, какие можно извлечь уроки, чтобы измениться и жить совсем другой жизнью. И столько уроков извлекаем из одной ситуации. Человек не видел этого. Поэтому быть снисходительными к чужим недостаткам, слабостям. Дальше. И прощать, конечно, прощать и себя, и других. Мужское поведение – это ведь и к себе самому относится тоже. Это и забота о себе. Это и отсутствие злопамятства. То есть, надо простить себя, принять себя. Быть снисходительным к себе. Готовность поступить со своими интересами во имя большей цели. Вот, это тоже великодушие. То есть, что у человека есть цель великая. Миссия есть. Мужское поведение – это наличие миссии, цели в жизни. Причем цель, она большая. Она великая цель. Это не цель там, а какая-то мелкая, ну мелкая, да, что-то там накупить себе. Накопить. Это великая цель. Большая цель. Допустим, это личностный рост, да, самосовершенствование. Вот, стать лучшей версией себя. Помощь людям – великая цель, большая цель. Поэтому можно и поступить со своими интересами. Любовь, например. Да, вот, когда я люблю, что, конечно, я поступаю с интересами часто своими. Я не всегда говорю то, что людям. Людям то, что, допустим, встречная манипуляция, да, контрманипуляция. Вот, я этим нечасто занимаюсь, да. Вот, во имя великой цели, любви к себе, мира, гармонии, да, и так далее. Интересами своими поступиться тоже можно, да. Скажем, я не буду с человеком выяснять отношения из-за денег. Не буду. Ну, такой я. Потому что у меня есть великая цель. Это радость. Это жизнь души. Ну, если человек меня обманул, допустим, да. Ну, обманул. Один раз может обмануть. Ну, вот. Дальше. И великодушие, оно как раз позволяет преодолевать зависть и жадность. Вот про жадность мы с вами говорили. Я записал ролик очень хороший. Жадность – это разрушительное чувство. Оно человека разрушает и оно приводит к психическим болезням. Но жадность опасна для психики. Скупость, да. И зависть тоже самое. Вот. Завидуют у кого-то больше, кто-то имеет больше, кто-то красивее, кто-то моложе, кто-то умнее, кто-то статуснее, кто-то известнее и так далее. Да и чему только не завидуют. Вот. Мужское поведение, великодушие, да, предполагается, что человек может справляться с чувством зависти и жадности. А вот немужское поведение – это как раз жадность и зависть. Это отсутствие великодушия. Вот. И забота, конечно, забота о себе, о мире, о других, о женщине. О женщине забота. Женское поведение предполагает, что любовь. Женщина создает пространство любви. У нее, вот, у женщины, у женщины, которая себя любит, отсутствует это внутреннее напряжение. А это очень чувствуется, когда женщина напряжена. Поэтому, какой должна быть женщина, когда меня спрашивают, вот, какие мне женщины нравятся. Мне нравятся женщины счастливые, веселые, любящие, у которых нет напряга внутреннего. Позитивное, что вот еще, женское поведение – это флирт. Обязательно она флиртует. Обязательно женщина флиртует. Если женщина не флиртует, это не женское поведение. Она кроткая, она не спорит с мужчинами. Вот, самое страшное – это, когда женщина спорит с мужчиной. Это катастрофа, просто катастрофа. Это ужас. Вот, нарциссичные женщины, как раз, они очень спорить любят. Шизики женщины любят спорить. Дальше. Она богиня и королева. Ощущение себя богиней и королевой. Мужчина хочет любить королеву. Да? Это чувство собственного достоинства обязательно. Ощущение собственной ценности. Любовь к себе. То есть, она следит за собой. Она ухожена. Она любит себя. Да, она не сходит с ума. Она не отравляет себя негативным мышлением. Она не разрушает себя негативными мыслями, зависимостями. Да? Понятно, что такая женщина не будет ни пить, ни курить, ни выиграть. Да? У нее нет зависимости. Она. И такая женщина выбирает. Помните, да, Елизавета Вторая ведь выбрала себе жениха-то. Это она ему сделала предложение. Вот что такое королева. Это всегда прекрасно, чудесно. Она себя ценит, любит. Да? И она не спорит. Она знает, чего она хочет. И она этого добивается. Нежностью, лаской, любовью. Да? А мужчина готов. Готов заботиться о такой женщине. Она не жертва. Женское поведение – это отсутствие комплекса жертвы. Конечно, она не хищница никакая. У нас же женщины-хищницы. Мы очень глубоко анализируем. На консультациях просто очень глубоко. Я всегда искал эту глубину. И когда я был там еще 20 лет назад, 25, мне очень нравилась вот эта глубина именно. И вот мой выбор не случайный. Я хотел этим заниматься всю жизнь. Мне это нравилось всегда. Душа человека. И в детстве, и в детстве, и в подростковом возрасте я читал книги. Такие глубокие, серьезные. В 15 лет я уже там читал французскую литературу, немецкую, английскую, американскую. Серьезные книги. Духовную литературу. Мне это нравилось. И сейчас. Каждый человек. Вот и сейчас, да. Каждый человек, я в каждом вижу гениальность. Это удивительно просто. Насколько люди поверхностные. Вот когда, насколько целительно глубокое общение. И необходимо нам всем. Поэтому это все безумно интересно. Это тоже мужское поведение. Когда мы приходим. Вот это великодушие. Это величие души. Да. Великая душа. Помните, кто это был? Махатма Ганди. Махатма. Великая душа. Вот. Вот это мужчина. Как он действовал? Методом ненасилия. Махатма Ганди. Почитаем его книгу. Все люди братья. Вот это исповедь по сути его. Вот он там рассказывает, как менялось его отношение. И к религии, и к традициям индуистским и так далее. К женщинам тоже. Очень интересно. Вот. Еще был вопрос про то, может ли психолог быть психопатом. Психопаты, как правило, они ощущают, что они странные, что они изгои, что они очень сильно отличаются от других. Их и воспитывают, как изгоев. И от них все шарахаются. Часто вот эти программы, они себя ведут, как изгои. Ничего не могут с этим сделать. Поэтому некоторые идут учиться на психологов. Но они психологами не могут работать. Почему? Потому что для психолога самое необходимое качество – это любовь к людям. Любовь к себе. Потому что любовь исцеляет. Вот на все вопросы есть один ответ – это любовь. Полюби себя, да. Ну, легко сказать. Ну, вот мы учимся любить себя, все. Разбираем, ну, здорово. Психопат не может себя любить. И не может любить людей. Поэтому их дипломы – это ничего не значит. Ну, он учился, да. Читал книги, сдавал экзамены. Ну, и все. Но это же какой психолог? Поэтому я знаю людей, вот они себя называют психологами. Вот семь раз в психиатрической больнице девушка лежала. Очень тяжелое детство у нее. Но она психолог тоже. Я знаю психопатов с психологическим образованием. Там куча расстройств личности. Он психолог, у него диплом психолога. Но он психолог? Эти люди психологи? Вопрос. Знаю психологов, которые курят, пьют, обманывают, ведут себя как обезьяны. Ну, что-то психологи. То есть, видите, психология… Что надо знать про психологию? Психология – самая великая вещь. И она способствует тому, что человек меняется и учится. Учится и меняется. Вот задача психологии. Самая большая ошибка взрослых людей – то, что они перестают учиться. И не хотят учиться. Я думаю, что они все знают. Это невежество большое. Большое невежество. Вот я продолжаю учиться. Я учусь у всех. Я очень люблю учиться. И что нас учит больше всего? Это жизнь сама и другие люди. Поэтому я стараюсь общаться с людьми, которые обязательно меня чему-то научат. Даже не подозревая об этом. Вот поэтому я люблю людей за это. За уроки, которые я могу извлечь. Даже психопатов. Даже с психопатами я общаюсь, потому что они тоже способны чему-то научить. И прямо, и косвенно. И когда я учусь, я собой горжусь. Вот это единственное, чем я… Это подлинный повод для гордости. И вот истинное достижение. И радость. Оно не в приобретательстве состоит. Хотя это тоже радует. Но на время. Но вообще все временно. И то, о чем я говорю, тоже временно. Но действительно, вот когда я могу поменять свое поведение и осознать, что причина всего во мне – это самое крутое. И вот это происходит на консультации. Когда, допустим, психопат признает, что он садист, например. И это он уже сделал большой шакрой. Он не признавал этого раньше. А тот признает. Да, вот человек говорит, что у него садистическое расстройство личности. Да, он хочет всех контролировать и причинять боль людям. И сам хочет страдать. И вот у него огромное чувство вины, наказания. И так далее. И это уже половина успеха. То, что человек признает, что у него есть проблема психологическая, которую он решает. И он справится тогда с этим обязательно. Он уже не будет других обвинять. Это очень круто. Это большой сдвиг. Большой сдвиг. Значит, он добьется. Значит, у него будет все хорошо. Ну, просто нет другой модели. Нет. Нет здоровья. Нет. Ну, так воспитали человека, к сожалению. А жестокостью, наказанием не воспитываются люди здоровые. И счастливые, и любящие. Наоборот. Это травмирует психику. Наказание травмирует психику. Тюрьмы у нас не исправляют никого. Наоборот. Только делают человека еще хуже. То же самое, если в семье тюрьма, если отец психопат, садист или мать, или бабушка не будут насиловать психику, наказывать. А потом вырастет монстр, садист. И будет всем причинять боль. Всем будет плохо. Просто рядом с ним будет плохо. Он не будет ни с кем считаться. Он будет обкуривать других людей. Будет игнорировать их. Манипулировать. Что еще будет делать? Конечно, бить по трем базовым качествам человека. Это чувство собственного достоинства. Чувство социальной значимости. И адекватная самооценка. Будет унижать людей. Обесценивать их. Вырастет из сына свин, если сын свиненок. А его так воспитывали, как свиненка. Свиненка не как человека, а как свиненка. И вырастет свин большой. Никакого великодушия. Он будет завистливый. Он будет скупой. Он будет корыстный. Он будет помнить все. Он будет злопамятным. Он ничего не будет прощать никому. Так вот. Это и никакой заботы. Только использование. Будет использовать людей. Своих целей. Такое. Вот и будет обезьяной просто. Обычная обезьяна. На нас же какая ответственность-то самая главная? Стать людьми. Стать людьми. Вот. И будет мстить общество. Поэтому вот, когда еще и во власти психопаты. Тут все. Пиши пропало. Войны вам обеспечены. Конфликты и прочее-прочее. Разрушение общества обеспечено. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...